После гибели влиятельного азербайджанского законника Ровшина Джаниева становятся известны все более любопытные детали его преступной деятельности в прошлом. Так, в ходе расследования журналисты издания «Спутник Азербайджан» установили, чем именно подозревали вора в законе власти Италии. Оказалось, итальянские правоохранители вышли на законника, когда заинтересовались крупными приобретениями недвижимости за наличные деньги. Как рассказал издание «Достоверный источник», в итальянском городе Пузитно, в течение одного месяца были куплены люкс отели «Лесиренуси» и отел «Полодей» и «Сорачени». Первый из них был приобретен за 52 миллиона евро, а второй – за 49 миллионов, причем связь Ровшина Ленкаранского с гостиницами была непрямой. «Лесиренуси» была оформлена на одного из родственников Джаниева, отел «Колодей» и «Сорачени», на его делового партнера, чеченского авторитета Хамзата Гастанирова, известного в криминальных кругах как «Шейх Хамзат». Впоследствии под контроль Гастанирова перешли еще два отеля, один ресторан и шесть коттеджей. На связь с Джаневым указывает и тот факт, что после его убийства, клан Гастанирова начал объединяться не только с турецкими боссами Берентом Бафрали и Седатом Шахином, но и с итальянскими кланами муфиози Маттемниссина Динаро, известного по прозвищу Диаболик, Дьявольский, и Бернардо Провенцана. Все это дало право итальянским властям подозревать Ровшина Ленкаранского в связях с организованной преступностью, взяточничестве, отмывании денег и подделке документов, за что в 2013 году он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Позже в 2014 году этот запрос был аннулирован, потом информация о розыске вора в законе Интерполом появилась вновь, затем эта история повторилась еще раз. Таким образом, в розыске Джанев находился трижды. Помимо итальянских инвестиций, известно, что Ровшин Ленкаранский вел дело и в Германии, в частности в Гамбурге, Мюнхене и Берлине, контролировал оптовые базы, поставляющие товар на российские рынки, которые, в свою очередь, тоже были с ним связаны. Напомним, что один из ярых врагов Деда Хасана был расстрелян неизвестными в Стамбуле в ночь на 18 августа. По подозрению в причастности к преступлению были задержаны трое его приближенных, однако позже отпущены на свободу. Таким образом, в этом деле не осталось ни одного фигуранта. Напомним, Ровшина Ленкаранского похоронили 19 августа 2016 года в азербайджанском городе Ленкаран. Не забудь подписаться на канал.